Приветствую вас, я бы охарактеризовал ваш вопрос как такой каверсный, провокационный, потому что вы же сами, наверное, понимаете, что если вы решили, к примеру, уже для себя, что вы будете делать, то нашего совета вы спрашиваете только потому, только по той причине, что вы хотите подтверждение, например. Например, вот, это не самый лучший расклад для вас. Если вы готовы, к примеру, послушать нас, ну, это говорит о вашей неуверенности в себе, понимаете, какая штука. То есть вопрос все же, на мой взгляд, кавератный. Вот, теперь, кстати, ну, сразу хочу сказать, что любые ультиматумы, да, как правило, исключают вообще какое-либо, значит, понимание, какое-либо представление о любви. Да, потому что, условно говоря, то, что у вас есть друзья, это нормальных, да, нет в этом ничего такого страшного, вот, и вы совершенно правы, говоря, что, ну, друзья, они нужны, они нужны, они нужны, и без них невозможно, вот, и мужчина, ну, вы же понимаете, он таким образом, да, продвигает свою такую эгоистичную позицию, вот. Я бы, наверное, ну, я бы, наверное, сказал бы, что человек думает не о вас, да, человек думает не о вас, а о себе, о себе самом. Ну, и защитить, а, человек пытается, опять же, в себя, в себя самого, не вас, вот. И в этом контексте, я думаю, в этом контексте, я думаю, что на ультиматум его вам соглашаться ни в коем случае нельзя, вот, потому что за этим ультиматумом последуют какие-то другие ультиматумы. вот, то есть тут хорошего ждать ничего, к сожалению, не приходится, вообще, вот. и не соглашаться на его ультиматумы, но вместе с тем отстраниться от него, указывая, что проблема в нем. Скорее, скорее. Ну, вот, это, тут самый, так, максимальный вариант, вот. С другой стороны, а чего хотите вы? Может быть, это тут вопрос, который стоило задать первым. Что хотите вы? Что нужно вам? Чего желаете вы? К чему вы стремитесь в этой ситуации? Если вы хотите сохранить отношения, да? Ну, хотите разобраться в себе, почему вы выбрали такого мужчину, который, вот, ну, ведет себя так, да? С вами. Это, это другое. То есть, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, нужно определиться с тем, чего хотите вы сами, в первую очередь. И потом уже от этого сталкиваться. Вот. Смотрите, а, значит, вы пишите, а, я на какое-то время прекратил общение с друзьями. Ну, то есть, вы пошли на уступки. Вот. Почему? Почему вы пошли на уступки? Из-за чего вы пошли на уступки? Что мотивировало вас пойти на уступки? То есть, по сути, по сути, что произошло? Мужчина, он увидел, что вы идете на уступки. Он увидел это. И... Понял, что вас можно, ну... Можно давить вас. То, что вами можно управлять. Он это увидел, а теперь это делает. Если он не видит того, что это его проблема, в данном случае, то мне неприятно это говорить, но это целиком и полностью тогда ваша ответственность. То есть, вы выбрали какого мужчину, который, вот, не принимает того факта, что у вас есть друзья и что с этими друзьями вы общаетесь, что нельзя делать такой выбор, да? То есть, невозможный выбор по аналогии, там, выбор между родителями, между родителями и любимыми, между любимыми друзьями, между любимыми работой, да? Вот это вот такие абсолютно противоестественные выборы, вот. Но люди их ставят, люди их ставят, потому что, вот как в случае с мужчиной, например, да, он очень неуверен в себе, вот. И из-за этой неуверенности в себе у него и происходит перекос, скажем так. Ну вот. Ну вот. И чтобы человек понял, да, чтобы человек понял, что у него проблема, чтобы именно сам человек понял, что у него проблема. Нужно показать ему последствия его действий. А эти последствия действий будут только если вы выберете не в его пользу. Прямо себя, если вы выберете в его пользу, то он увидит, что так можно, ну как он себя ведет, да? Так можно, так хорошо, так правильно, так здорово, так приемлемо. Вот. Вот. Вы, собственно говоря, вот, то, что можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Опять же лица, да? Поймите правильно. Ага. Это вопрос с подвохом. Если вы можете при сравнной доле вероятности сказать, что я знаю, например, я знаю, как мне, допустим, себя вести. И все. Понимаете? Какая штука. Или вы не уверены в себе, и тогда вам нужно работать именно с уверенностью в себе по итогу сперва. Чтобы разобраться сперва, что вы хотите, чего вы хотите, чего вы желаете в этой ситуации. А дальше уже будет видно. Ну, в целом, я боюсь, что то, с чем вы столкнулись, то, с чем вы столкнулись сейчас, я боюсь, что это результат ваших действий, это результат вашего поведения, которое привело к такому. То есть мужчина почему-то посчитал, что для него это позволительно, то есть ему позволительно вести себя так. Почему он это посчитал? По какой причине? Не понятно. Ну, очевидно, что вы как-то дали ему это понятие. Очевидно, что вы сразу четкое «нет» не сказали. Ну, разговора, во взаимодействие. Ну и все. Человек как бы решил. То есть не нужно прикладывать ответственность за то, что происходит только на мужчину. И если мужчину, может быть, не исправить, да, вот, у вас тут проблема, то, что это муж, это не просто мужчина, это муж. То, что вы замуж вышли, вы выбрали его. Вот. И нужно взять личную ответственность. И вот свои элементы поведения, которые привели к такому результату, это можно выявить. Их нужно скорректировать. Не обвинять мужа, да, не пытаться его проучить там, что-то еще. Просто скорректировать. Свою позицию. Свою позицию. Просто скорректировать. И вот когда мы это сделаем, например, вы будете точно знать, вы будете абсолютно точно знать. А что вам делать? Как поступать? Без нас. Вот и все. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Г Rad. Т었습니다. Продолжение следует...